Мастеря и КК на Личе. Кстати, Старладдеровский Лич вроде. Да? Да-да-да-да-да. 39 игр даже просмотрено. Ничего себе. Это который с прошлого вроде сезона? Я уже не помню. У нас просто столько этих уже всяких сетов было, что черт разберешь, с какого они сезона. И ладно. Му на Инвокере будет шпилить за Ньюби. Саншенк на Рубике вместе с Бананой. И, собственно, вот они два суппорта, да. Рэббит Морфлинг и Микаса на Фейслес Войде в Оффлейне. Морф Миди против Нага Сирены. Любопытное противостояние. А тут у нас уже убивают Брюмастера, насколько я вижу. Да, его три РДЖВК пытаются сейчас как-то разтыкать. Кидается Фрост Аармар. Три тычки. Закидывается. Два миса! Welcome to Dota 2. Стрела. КК. Еще есть... КК сейчас пробивает. Телекинез еще 8 секунд. Ну что, Лича будут здесь, походу, тогда убивать? Нет, Фрост Аармар. Фрост Аармар решает вопросы, друзья. И оба героя команды ХГТ выживают. Хотя, не знаю, такое выживание, оно хорошо или плохо. Почему? Потому что вы сейчас приходите на линию, на месте этих героев. У вас нет ХП. вы отрегениться не можете толком. Сейчас для того, чтобы отрегениться, вынуждены потратить все свои тангусы. А тут ребята фуловые. Еще и дабл дэмэдж инвокера забирает. Ну и все. Вот, вот. Да, вот так вот. Тык. Тык. Вроде бы урона немного, да? 39. Это очень мало. Блин, я не знаю. У минера, наверное, только меньше. Ну и, собственно, все равно. Все равно с дабл дэмэджем уже в нормальный урон начинает он превращаться. Причем, действительно, слушайте, 39 это какой-нибудь урон Войда на первом уровне. Ну ладно, у него 63. Какие-нибудь, не знаю, какой-нибудь Пурманшилд купить туда. Или Тренд Протектора, например. Плю Хандрик. Так, и Морф 5-1. Нага 3-1. Тут я не думаю, что будут у одного или у другого героя проблемы. Хотя тут Рэббита, конечно, попроще будет пробивать. Да еще и вышка у него тут выстрелила. Очень неприятно. Еще подвину с арморчиком. Так, ну по поводу инвокера. Давайте подумаем. Что бы это мог быть за инвокер? В теории это может быть и квас Векс инвокер, который будет очень неприятно выжигать ману тем героям, которые без нее вообще мало на что способны. Я говорю и про Эмбера, и про Брюмастера. Ну, естественно, там Скаймаги и прочее, прочее, прочее. Без маны им тяжеловато. Как Брю тут хорошо загнали в лес. Сейчас можно пытаться его убивать. Да, есть Телекинез. Заходит Брю. Начинает баковать. Вешают на него колдснеп. Телекинез. Роняют. Подстанили Лича. Рубик убегает. Рубик понимает, что сейчас уже он сам может быть целью. Блин, этот Брюмастер, он просто на лохэп сейчас трех пацанов чуть не убил. Посмотрите, пытается сейчас банан еще тут Лич добить. Фрост, армор. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, но еще подлочили тут Рубика. Брю не успевает догнать. И вот такие вот два товарища. Смотрите, какой вообще лютый экшен. Стрела залетает мимо. Стрела. Роняют еще и Брю на Лича. И как убивать этого Брюмастера? Три рейнджовых героя. Три. С костами. Которые постоянно его бьют. Минуту уже. Они его не смогли убить. Просто у ворот и фрост армор. Отлично. Ну, Патма правильно все сделала. Решила, что смерти был равен выход этот на руну. И просто добивает эту руну богатства. Вот вам Брюмастер. 665-й матч. Если бы это был еще 666-й матч для Брю, это было бы слишком символично. Так, ну и суппорты, видимо, поняли, что гнилое занятие избивать этого самого хомяка-переростка. И разбежались по другим направлениям. Патма у нас отходит в центр для того, чтобы попытаться поймать за СМД. Пошла стрела, наверное. Нет, еще не пошла. Нет, тут чуть Рэббит не пошел. Патма возвращается на линию. Тут у нас встреча. Выходит Брю. Впереди катит яйца. То есть, ну, все правильно. И тут едва-едва мага сирена не погибла. А что там? Патма попала? Может быть и попала. Да, вряд ли бы так просто пробили. Так, ну и инвокер. Инвокер все-таки пока что через векс. Да, четвертый у него уровень. Есть первый векс, есть ИМП, есть полдснэп. И Войт. У Войта 13 на 1. Кстати, кстати. Слушайте, у Войта четвертый уровень. Войт вообще неплох. Просто у Войта ненамного меньше крипов добиты, чем у того же Эмбера. Вот. В этом дело. Ну, а тут видели, куда пошла Патма. Да, эту Патму действительно видели. Вот, с СМЖ. Находит Банану. Размножился. Не хочет выпустить, собственно, Банану. Банана. Стреет под раздачу. Это минус Патма. Да. Ферст Блад. Блин, а мне казалось, что тут уже кого-то убили. Да, конечно. Мне в лицо сейчас смеется Брю Мастера, которого пытались убить. В первых пять минут игры. Вот. Сейчас на него забили. И как раз на этой самой пятой минуте уничтожили Патму. Да. И инвокер. Все. Я думаю, может, это будет Векс в один, и там какой-нибудь Экзор дальше пойдет. Но нет, нет, нет. Это будет тот самый квасовексовский инвокер. Целиком и полностью квасовексовский. Что? Морф убил лича. Каким образом? Опять стрела от Патмы. Надо за Патмой почаще следить. Что-то... Какой-то лютый банан, видимо. Или, может, это... Он просто пользуется моментом, понимает, что я все равно ни за чем не слежу, кидает от фонаря стрелы, там кого-то убивают, и я сразу же записываю насчет бананы. Нет! Все нормально! Все отлично! Пятибалочка! Да, твои ноги, Нага. Ты переживаешь за свои ноги? Тебе лицо только что разбили. С ногами у тебя все нормально, у тебя их нет. И... Ньюби. Ньюби инвокер. Ньюби инвокер. Ньюби инвокер 23 на 12. Вот инвокер тут что-то вообще потеет. Не, смотрю, что выиграть, что ли, собрался? Так, ну счет у нас пока становится 2-1. Тут морфинг у нас битый-битый-битый ушел на базу. Да, кстати, вот инвокер у нас без санстрайков не будет таких неожиданных добиваний. Хотя инвокер мог бы быть здесь и через экзорт. Почему? Потому что есть и Рубик, есть Патма, то есть хороший фокус одной цели тоже присутствовал бы. Но так как Патма у нас вот такая вот интересная руми сейчас у нас получилась, то, собственно говоря, и инвокер у нас в класс Векс просто для того, чтобы... Ой-ой, тут Рубик с иллюзиями. Ну, слишком далеко, кажется, загнал. Да, там с СМЖ вернулся, все нормально. Так вот, Рубик инвокер просто через Векс будет именно на замес. Силен. Это класс Вексовский сейчас. Торнадо, ЕМП, как положено. Так, ну и Войд. Только я сказал, что у него все хорошо, что у него 13 добитых крипов, как Скайрос Мейдж вновь взялся за дело. Начал напрягать этого Войда. Сейчас еще и ТАПа купит напрягательный. Ну и Эмбер, Эмбер. Не думаю тоже, что тут будет что-то необычное, типа Скайди первым артефактом. По мне, тут барабанчики самое то будет. Тут много чего могут зацепить всяким разным. И Старштормы, и ЕМП тоже разнообразное, что если ману и выжгут, то, возможно, хоть что-то бы осталось. И Марфай в миде у нас тут тоже пока убивает. Да, у него уже нет Войва, у него уже нет перекачки. Точнее, перекачка была, но там кинули Сайландс. И, собственно, минус Морф в миде. 2-2 счет. Сравнивает его ХГТ. И потом он у нас перетягивается уже на топ. Хочет, видимо, там кого-то убить. Но Эмбер улетает с линии. Хотя у него есть ремнант. Да, давай. Да, так и есть. Так, и Рубик у нас выходит на Брю. У Брю шестого пока нет. То есть его действительно можно еще попытаться убивать. Посмотрим. Погнался за Нагой. Нага, Нага, Нага. К Наге пришел Лич. Поэтому Марфу надо уходить. Вот так вот, да. Просто с Войвов, наверное, не знаю. Или он на Лича... Он на Лича нападает! И он убивает Лича! Ай да, Рэббит! А что сейчас делать? Сейчас успел включить перекачку перед Сайленсом. И убить его небольшая проблема. Там Инвокер еще подошел. А там Брю Мастер подходил. А почему же тогда ты не пошел на... Ладно. ЗСМД умирает. У ЗСМД нету воротки, как у Брю Мастера, к сожалению. Тут Рубик отлично откидывает Брю. Еще и подстанил, получается, Скайрос Мэджин. И получается интересная драка. Много таких разных микромоментов. Один из микромоментов это то, почему все-таки Морф не пошел на Брю Мастера, если там все равно было Торнадо и ЕМП. Ну, типа, чтобы с руки не добил. Но, блин, увернуться от одного Брю ради того, чтобы забежать в двух типов и вышку, это не самая лучшая идея. Так, и у Войда появляется Пауэр Трэдс. И к Войду прилетает Морф. И к Войду прилетает Патма. А там Ханосфера. Стрелы пока не будет. Потрясающее исполнение. Так, стрела почти попадает в Эйра. Действительно, немножко не хватает. И Эйр после такого, видимо, подумал, что надо бы уйти на базу. Немного под реген... Не, ну, блин, это тоже какая-то фигня дисбалансная. С Эмбером вообще супермобильный герой. Да, хотели тут выйти немного поднапрячь Войда, но Войд успел заблаговременно спрятаться. Да, и Му пока подпушивает нижнюю сторону. Причем Му у нас будет играть через Орхит. Такой вот инвокер. Именно прям серьезный инвокер на замес. То есть не просто мансящий, разводящий инвокер, а именно тот инвокер, который будет нормально драться. Правда, двух крипов только что пропустил на равном месте, но ничего страшного. Да, и игра у нас остановилась. Причем остановилась по той причине, наверное, что у команды у одной и другой лейт есть. Они особо не волнуются по поводу этого самого лейта. И решили, видимо, что ладно, хватит вот эти беготни непонятные, гангать, все равно все свое нафармите, что вы там собираетесь нафармить. Мы тоже пойдем фармить, и все. Не надо так делать. Вот инвокер нападает на Брю. Да, Брю остается вообще без маны. Так, все, давайте уже начинать и драться. В чем дело? Да, по деньгам немножко ньюби вышли вперед. По опыту также совсем чуть-чуть. Ну, просто идет тимфарм. Да, Войт ушел с верхней линии, купил себе наконец морбит масочку. Теперь он может леса сам подфармливать весьма эффективно. И, естественно, когда к нему прилетит Мом, то этот товарищ уже и перейдет в режим... Полноценный режим фарма. Ару, в лича. Хорошие стрелы выдает сейчас по отма, но... Опять же, какой смысл? Лич вполне вероятно мог и специально подставиться только для того, чтобы вот так вот по отма вышла, да. Почувствовала свою уверенность. Или уверенность в себе. Да, и у Наги уже вторая тысяча денег на подходе. Хорошо. Даже Эмберспирит прилетел тогда у нас на нижнюю линию. Как мы видим, сейчас вернулся уже на топ. Благодаря своей нереально балансной обилке с ремнантом. Да, файр ремнант. Почему у Штарма тогда статик ремнант так не делает? Потому что тоже ремнант. Тоже ремнант. Поймали вой, да? Войт упрыгнул. Это, кажется, будет самая интересная игра сегодняшнего дня. Я вот уже вижу, насколько она интересная. Ну, просто ХГТ уже начинает играть осторожным. Уже стараются не подставляться. Даже на линии выходят, ну, с серьезной такой опаской. Не говорю, что это плохо. Просто говорю о том, что это, скорее всего, затянет игру очень сильно. Ну, а затягивать ее есть куда. Нага Сирена еще на Сакрит хотя бы даже не нафармила. Поэтому до этого момента уж точно будет тянуться игра всеми возможными способами. Дальше уже как получится. Как по мне. Ну, они обе, наконец, нападают еще раз на Брюмастера. Да что же вы его не добили, Тану? Сколько это будет продолжаться? Брюмастер отпевает ману. И пошел прыжочек чайника от Лича второй по Патме. В результате Патма погибает, а Рубик успел сделать ТП-аут. И вышку задефали. Правда, в миде вышку сейчас, скорее всего, потеряют ХГТ. Там воет, видите, с Марфом. Морф забрал Тауэр. Хроносферка. Хорошая хроносферка. Морф, правда, у нее попал, но попал там самым краешком в результате. Ману Марфа хватает для того, чтобы уйти отсюда. Инвокер подошел. Где там вообще все эти ЕМПшки? Вот только-только появилось ЕМП. И появляется также Орхит. Так, ну его и думал, он долетел. И, как мы говорили, он теперь становится достаточно автономен в плане фарма. Ни от кого не зависит. Может пойти леса пофармить. Может пойти на линии постоять пофармить. Может даже попытаться на кого-то напасть и его пофармить. Вот такие вот различные опции появляются у Войда. Блин. Я не могу просто смотреть на это. Самое противное в этом всем, то что ты понимаешь, как все это работает, для чего все это. И ты знаешь, чем все обычно заканчивается. Хотя тут все не так предопределено. Все-таки Морф с Вайдом два, ну, если не сильнейших лейта, то одни из самых сильных точно. Нага, конечно, тоже таково является с Эмбером. И тоже при определенных обстоятельствах мы видели, как и Нага убивала людей очень быстро. Точнее, она их убивала медленно, но уверенно. И Эмбер там с одного прыжка минус три делал. Тут у нас, например, сейчас забирают Морфлинга. И, собственно... Вот так вот, Сайленс опять же работает. Сайленс делает свое дело. Особенно против Морфа. Ну и вот он инвокер с Орхидом. Все. Теперь сольного героя, вот такого псих-одиночку, как, например, Брюмастер сейчас на нижней линии, можно забирать вообще 100%. Во, да, ману выжгли. Естественно, стиков у Брю нет. Он без маны. И все. Это фраг. Наконец-то, наконец-то, действительно, уверенный выход. Залик конкретно зачем идут. А не так. А вось получится, не получится. Хотя у Ньюби были такие уже выходы. Там, правда, Брюмастер до этого был слишком-слишком жирный. Сейчас тоже инвокер его нормально разваливает. И у инвокера Орун повысился уже неплохо с момента начала игры, естественно. Это же тиммейт был рядышком. На топе в это время очередной фокус-файр. Только теперь этот фокус-файр у нас от кого был? Нет, там была от Скаймага фокус-файр. Да, просто никого не убили. Забрали Эмбер Спирита. И чайничек от Лича пошел на нападающего Марфа. Потрясающее, видимо, нападение было от Марфа. Может, даже с иллюзией. Эх, не видно, не видно, с чем он там заходил. Ну и смотрим. Хотя, блин, какой исход боя. Но, блин, исход боя. А ведь не зря я нажал эту кнопочку. Лич получает 400 золота. Это ведь много. Да, это действительно порядочно. Ну, я, естественно, пропускаю еще один фраг, потому что инвокер там все-таки нашел Скайросмага, который уходил с топа. Бедняжку. Интересно, сколько уже фрагов пропустил? Ну, я думаю, порядочно. Ну, штуки три точно. А потом говорю, фрагов нет тогда, игра скучная. Конечно, если я половину их не вижу. Супырь. Так, все, наконец-то у Брю появляется Даггер. Наконец-то он сможет и сам влетать, а не только на него влетать. И Скайросмейдж покупает Транквилы. Ну, вот, я не знаю, мне на самом деле приобретение Транквил, наверное, совсем не нравится. Хотя, тут двусторонняя весьма политика. Почему? Потому что реген ему в любом случае пригодится. Да, такой тонкий герой, да, и арморчик тоже лишним не будет. С армором у него тоже проблемы. И монопол у него и так не маленький. Да, регенит ману это, конечно, прикольно. Но все же, видимо, больше на, там, размен по хп какой-то притихов рассчитал. Что ему это нужно больше чуть-чуть. Потому что он как-то хитаться, возможно, будет с кем-то сейчас. Ну, естественно, броня, броня, броня. А пока у нас инвокера с брюмастером рунки расконтролили, инвокер ищет себе цель. И он ее нашел. Это Нага Сирена. У Наги 986 хп. Это реально хорошая цель для инвокера. Вот, он увидел. Настоящая. Пошла, пошла, родимая. Да, без маны. И хроносфера. Все, хорошо, отлично. Забрали. Даже пусть через хроносферу, это все достаточно приятно. Но, есть один в этом всем существенный минус. Это то, что Нага уже успела нафармить на Сакрит Релик. Следовательно, на... Сам рецепт на Ордианс нафармить будет намного проще. Там, 1300 золота. Можно хоть как-то, как-то, как-то по сусекам наскрести. Чуть ли не на базе стоять и ждать, пока тебя накапает. Но, это можно сделать. С 3800, с таким объемом денег, да. Это сделать чуть-чуть проблем нет. Так, у нас нападают на Марфа. Марфа убивает. Эмбер еще отлично прыгает. Зацепили Рубика. Рубик также уходит у нас в таверну. Ну, и тут Войт. У Войта, правда, есть таймволк. Тут еще и Патма. И, естественно, Эмбер Спирит. Двокер у нас там Скайрасмага убил. Да, он еще и Флова здесь ушел. Я смотрю, Эмбер вообще какой-то жесткий. Так, и гем у Лича. Лич, видимо, осознал, что... Неспроста, как говорится, серьезные проблемы сейчас у... Команды ХГТ, да. Что вот их постоянно прессуют, что к ним постоянно так ходят. И поэтому, как Ака сейчас идет проверять оба холмика на наличие вардов. Вот варды... Один он разбил, одного так не оказалось там. Но есть еще на магазине вард, который тоже Лич должен сейчас будет рано или поздно спалить. Ну, и, естественно, инвокера. Инвокера тут тоже не помешает видеть. Вот, например, инвокер поднимает... Нет, не поднимает. Нет, не поднимает. Просто только недавно инвочил. И недавно гостволчил. Поэтому смертоносного Му за 480 золота забирает. У нас Эмбер Спирит. Один из тех героев, которому... Ну, точно деньги лучше не давать. Потому что это чревато проблемами. Феррари знает об этом. Может вам рассказать пару интересных историй. Так. Сказал бедняк. Да, и действительно, денег не густо. Давайте, наверное, включим Нетвордс. И уже будем смотреть, кто у нас тут в личном зачете лучше играет. И играет у нас пока так же неплохо Войт. Блин, у Вайда все, учитывая для его оффлейна... Вот, с кем он там в оффлейне? Инвокер... Инвокер против Брюмастера стоял. Так вот, у Войда по сравнению с Брюмастером преимущество в полторы тысячи голды. Это вот практически Мом. Верно? Верно. И так как у Войда есть Хроносфера, сейчас он прилетает на центр. И в смаке ребята решили забежать кому-то, разбить кабину. Этот кто-то будет лич. Сто процентов? Нет. Инвокер спалился. Да, инвокер спалился. Кажись. И вот он Родианс, как мы и говорили. То есть Нага в любом случае на него нафармит. Дальше ее искать особого смысла нет. Она там по лесам погуляет. Пару крепочково добьет. Еще 300 накапает. И Рубик с Даггером. Что тоже немаловажно. Рубик, кстати, тут может воровать хорошие обилочки. И у Скаймага хорошие сплы. И у... Кстати, вот. Говоря о Скаймаге! Войд! В троих прыгает! Ну где же Инвокер? Торнадо что-нибудь! Даблкилл! Ладно, в любом случае уже делает му. Поднимает Эмбера. Эмберу тут стянули. А там Нага Сирена была со Слипом, я понял. Я думаю, почему никто ничего не делает. Это слишком хреново мне здесь видно на этом мониторе вообще, что происходит. Я нано-коробку не подставил сегодня, и я уже об этом сожалею. Ну и очень легко расправляются с вышкой сейчас, Ньюби. Вот сейчас они по деньгам должны нормально вырываться вперед. После таких моментов это зачастую становится слишком хорошо видно. И пару фрагов делаете, забираете вышку, еще отправляетесь, например, на другую линию, еще и там Тауэр забираете. А Войт как раз идет у нас на топ, который откровенно пушится при помощи иллюзии Нага Сирены. И может стоит забрать этот самый топ? Да, да, вот они графики. Вот они, 6 тысяч с лишним. И вот они, 3,5 тысячи по опыту. Так, там что, смог? Или бы показалось? Точнее, послышалось. Да нет, вроде нет, пока. Да, Войт уже пушит топ. Он уже почти вплотную подобрался к вышке. Тут пока за SMJ. Отпугивает. Улича гем отобрали? Да ладно! Да, улича отобрали гем. Так, все, соберись. Роман, можно фраги втычить? Да нет, нет гема. А где гем тогда? В курьере, что ли, он летел? В курьере нет. Что случилось? Или он там так и валяется где-то? Долбанный монитор. Да, отсвечивает вообще люто. Войт находит в это время на топе за SMJ. Все-таки поймал он его. И стрела, и инвокер уже здесь. И минус Нага Сирена. И, по идее, должны еще вышку сейчас забирать. Да, потому что тут уже четверо игроков Ньюби. Ну и как будут отвечать на это ХГТ? Я, честно, не особо понимаю, как они должны здесь драться. Не, в лейте они, понятно, как будут драться. Они просто нападают, бьют лица. Это предельно понятная схема. Я имею в виду ХГТ. Вот как сейчас драться против Ньюби. Лич. Личу бы, наверное, лучше сейчас на базу вернуться. А, вот он гем. Лол. Я его нашел, пацаны! Я нашел гем! Он был в курьере. Угу. Может, это новый, правда? Хотя, вряд ли. Еще времени немного прошло. Нет, я должен убедиться в том, что это не новый. Нет, это не новый! Я его действительно нашел! Просто, а че ментунлокт? Найти гем. Это просто ужас. Это просто какой-то кошмар. Вышку на топе, кстати, так и не забрали. Несмотря на то, что там было 4 игрока Ньюби. Ньюби прям суперосторожно решили сыграть. Тут, как раз, Лич берет гем, достает, идет разбивать ворды. Выкладывает гем в курицу и отправляет ее на базу. Блин, это просто гениально! Он уже раз, видимо, понял, что ему могут навалять. И... ему действительно наваляли. Ульт-патмы. Беспалевный ульт-патмы. Почему беспалевный? Потому что Морф вообще даже бровью не повел, когда ульт-патмы вражался. И Морф врывается. Как-то Ньюби совсем не скоординировали нападение. То есть, как-то несуразная фигня происходит. Я понимаю, что я ее так же несуразно-фигово сейчас пытаюсь описать. Но это... Это нападение было, ну, не знаю, неподдающимся какому-то нормальному объяснению. Разве что, если бы ХГТ просто райт-кликом нажали на базу противника и пошли бы всех пятером, возможно, тогда бы они и умерли. А так, слишком в разнобойном были все обилки использованы. Ну и это минус Рошан. Это минус Рошан. Тут много засентрировали, чтобы не было никакого вижена у ХГТ. Айгис достается в Морфу, естественно. Нага покупает себе этим временем Тревеллаб. У Наги фарм реально очень сильно затянут. Она имеет 8700 Нитворса. И ее обгоняет целых три героя вражеской команды. Так обычно не происходит. Но у нас сейчас игра совсем необычная. У нас тут от Войт с Оффлейна. Очень больно бьющий. Да и очень хорошо крипов добивающий. Похвалил я Войта. Но у нее бэктрек, видимо, не работает. Не знаю, отключен. За неуплату премиум аккаунта. Ваши пассивки временно заблокированы. Но хотя бы вышку внизу забирают, не убей. И то хорошо. По деньгам у них по-прежнему все хорошо. Но мы видим, что ХГТ не особо сильно дают отрываться. Да, 10000 это порядочно. Но мы видим, что здания пока стоят. Здания стоят, Нага фармит. Этим почти все сказано. У Эмбера уже есть Бэтлфьюри. То есть Эмбер тоже сейчас может сам фармить. Хотя вот Нага... Нага, Нага, Нага. И ведь фарма действительно очень много нужно. А тут еще есть и Эмбер, которому нужны деньги. И в итоге этого тоже получается небольшой недофарм у Нага Сирены. Потому что идет упор на двух корт-героев. Может быть Нага просто не предусмотрена Нагой. То, что она в принципе может играть с кем-то в паре. Что если бы у нее были сейчас эти 19 тысячи нутворца, было бы естественно поярче. Очень увлекательное зрелище смотреть за тем, как Морф от атакы добивает крипов. Умиротворяющим. Вот тут и вода, огня только не хватает. И фармящий Морф есть, и вода тоже есть. Так что можно действительно смотреть вечно. Тут все решили себе по аганиму собрать. Просто я не думаю, что это будет Скади у Рубика. Или Рубик решил украсть ульт Лича с аганимом. Блин, это было бы супер классно. Слушайте, ульт Лича с аганимом, бесконечная ульта. Это же просто жесть. Я вспоминаю, как у нас была когда-то очень-очень-очень такая потная катка Миппа против Лича. И когда Миппа тоже был такой шестислатовый, Лич был уже порядочно впакованный. И просто Лич кидал этот чайник, и Миппер там их расконтраливал, уводил. Чайник летает, летает. И чайник вообще летал всю драку там, постоянно. Потому что не всегда получалось убивать в итоге. Этого Миппера. Несмотря на такой чайник даже. Не, я тут реально уже скоро засну. Я вспоминаю игру, которую комментировал недавно Вилат, у которого было на 38-й минуте еще 9-9. Тут у нас ненамного дальше ребята ушли. Хотя вот сейчас идет нападение на Рубика, добивает Рубика Эмбер своими фестами. Также поднимает Инвокера. Инвокера БКБ нет. У него есть правда даггер, успевает он уйти с блинка. Там оставили Сендрик под ноги, но он вниз не стал уходить. Отлично, Инвизом сейчас уже и выйдет камень от Брюмастера. Тут один Сендрик, второй Сендрик. Хотя этот уже достаточно старый. И Брю с блинка ушел. Войд, хроносфера по Брю. Очень много промахивается. Понял, что это не вариант пытаться добивать сейчас Брюмастера. Тут уже Нага Сирена раскладывается. Пробивает, пробивает она в Войда. Пошел чайничек, чайничек попадает. Минус 3 от команды ХГТ. Минус 4, наверное, сейчас будет. Хотя у Марфа есть вейп. У него еще иллюзия есть. То есть он нормально тут может поуходить. Псеточка. Да, и ушел сюда. Ну почему сейчас в иллюзию не уйти? Хотя, возможно, потому что она тогда дальше уйти просто. Ага, куда она дальше уйти? Никуда она дальше не уйти. У Рэббита проблемы. У Рэббита очень серьезные проблемы. Телепорта нет. И это значит, что за ним сейчас погоня будет продолжаться постоянно. Там Дагера есть у нужных героев. Да, вейв это, конечно, прикольно. Но куда ты собрался вообще, друг? Да, кажется, у Ньюби теперь проблемы. Мы говорили по поводу лейта. То, что у ХГТ лейт тоже очень жесткий. Несмотря на наличие хороших героев у Ньюби, они могут победить. С высокой долей вероятности. Потому что Нага, она и сама против пятерых может поиграть. Эмбер тоже может сам против пятерых поиграть. Вдвоем они в теории могут вообще четыре состава укатать. Но это теория. Поглядим, как будет сейчас. Хватит ли огневой мощи. Потому что Эмбер, он уже продолжает собирать себе ту самую огневую мощь. Уже Кристалис появился. Тут у нас тем временем поймали Скайросмейджа, да, Рубик, вместе с Войдом. Ну и вот, один прыжочек, 511. Войд, бедолага, сразу с прыжка вынужден уходить. Потому что больше он не может рисковать. Хотя бы раз подставится и все. Быстренько его должны будут убивать. Так, инвокер. Как тебе вообще зрение на мониторе на нашем? Угол обзора. Я теперь понимаю, почему пишут на разных мониторах угол обзора 178 градусов. Потому что под этим градусом некоторые комментаторы могут смотреть на эти мониторы. Нет, нано-пульт не подходит. Не-не-не, плохо работает. Вон есть нано-поролон. Такой 22-дюймовый планшет. Можно в руках просто держать. Если бы еще можно было жмакать мышкой. Не мышкой, а по экрану водить. И как курсором камерой двигать. Это было бы тоже, кстати, очень классно. Просто, я так понимаю, наш режиссер только что мне не верил. Про те гадости, которые я говорил во время трансляции на наши мониторы. Решил сесть проверить. Я смотрю на... Он напоминает сейчас моего Стасиана, который играется Лего. Типа, а как это работает? Что с ним делать? И неужели это так и должно быть? Да, тут пока просто общие побегушки по карте. Никто никого найти не может. Команду 5 включили ХГТ. Оно и понятно почему. Их по одному тут могут нормально подстреливать. Тогда просто нормальный тимфайт не получится провести. Если постоянно терять отдельных игроков. Может быть, в принципе, один раз потерять игрока и катку слить. Какой-нибудь лейте, да, это вполне нормальные вещи. Ну и вот он, Эмбер с Дейдалусом. Нага-сирена с Манта-стайлом. Кажется, началось. Инвокер забежал, поставил хроносферу, попали по Брюмастеру, но его сразу же сейвит Нага. Нашли тут Му. Му увидели. Брюмастер увидел Войда. Нападают на Инвокера. Что-то Инвокер им слишком сильно насолил. На Войда просто все положили. Типа, да ладно, он тут вообще не очень. Нашли кого убивать. Морф ушел в иллюзию. Да, и Морф уже на базе. Обделали с легким испугом сейчас Ньюби, потеряв одного лишь Инвокера. Все могло быть намного хуже. Вот вы видите, с Инвокера тут получили, по сути, штукарь разницы парней с КГТ. А при потере еще Войда и Морфлинга, например, потери Ньюби могли быть слишком высоким. Да, КГТ уже, уже, уже камбетчат. Да, и мы видим, что с 10 тысяч преимущества оно уже скатилось до 6 в пользу Ньюби. И говорю про преимущества по Нетворцу. И по опыту, ну, по опыту такая же история. Тебе лучше, потому что ты дальше сидишь, тебе, типа, больше видно. Хотя, если я тут дальше сяду, я вообще не буду ничего видеть, потому что у меня прямо напротив лампа отсвечивает. То есть я вот, например, отчетливо вижу пыль на мониторе сейчас. Вот это я вижу так четко, как никогда не видел до этого. Даже в момент, когда пытаюсь посмотреть игру, вот, буду сейчас. Нет, это, мне кажется, слишком жестко. Тут их слишком много. Поймали Эмбера. Храносфера есть. Есть храносфера. И Эмбера убивают. Я... Что там? А, стик. Или что это выпало там? Что вообще случилось? Я просто слышал, что только что что-то выпало. А, это ГЕМ выпал. Да, точнее, у Эмбера был ГЕМ. Я же слышал, что ГЕМ выпал. Думаю, что за фигня. Ну все, надо покупать новый лич. Там как раз кулдаун прошел. Нет, ого, этот кулдаун еще не прошел. Почему он должен был пройти? Да, тут уже кулдаун прошел. И лич запустил отличный чейнфрост в банану. Банан там 150 хп. 115 хп осталось. Морф подходит уже к хайграунду. И Морф начинает расстреливать. Вот этот момент упускают сейчас ХГТ. И благодаря одной отдаче одного героя потеряли. И скорее всего потеряют сейчас еще и Брюмастера. Да ладно, неужели? Так просто ХГТ сейчас дадутся. И просто отдадут эту катку. Как же хорошо, что сейчас у Вайда нет храносферы. Хотя мы видели, куда он ее тратил. Так что он обтратил ее по назначению. Делает байбэк все-таки Эмбер Спирит. Прилетает на нижнюю линию зачем-то. Нага, Слип. Но все равно нет Брюмастера, нет Скайросмага. В меньшинстве сейчас будут сражаться ХГТ. И это нельзя назвать сражением. Потому что тут Морф ломает бараки, пока все остальные просто бегают друг за дружкой. Так, хорошо, Вайда забрали. Нага, Нага, Нага успевает разложиться на иллюзии. И выживает благодаря этому. Рубик за ней. Иди сюда, говорит Рубик с Фаер Ремнантом. Отлично, Мансид Саншенк. Опять гем выпал. Это уже второй, походу. Да, два гема просто лежит. Причем один гем команды Ньюби. Второй свой собственный. Да, вот это был, конечно, замес. Очень интересный замес. По итогу которого все-таки сторону теряют ХГТ. И это значит, что сейчас Ньюби могут сосредоточить свое внимание на другом направлении. Уже мы видим инвокера, который отпушивает топ. Возможно, он отправится дальше по этой линии. Действительно, чего уж тут стесняться. Причем инвокер у нас по инбустерам. Но я бы не стал утверждать, что это Аганим со стопроцентной вероятностью. Такой инвокер, что может и Скади собрать. Аганим Рубика! Наконец-то он готов! И у Рубика основная цель. Украсть ульт Лича. Если у Рубика сейчас получится это сделать, то Рубик может стать просто самым крутым игроком этого дня. Хотя и так вот. Рубик со своим Fire Emblem Ant'ом очень классно только что сыграл. Очень важно сделал минус. Нага Сирены испортил настроение у Нага Сирены. В принципе, топовый пока Red Wars, да, там, если не учитывать Мортлинга, они там более-менее на одном уровне держатся. Тысяча разницы между ними. Но для таких героев тысяча разницы это не слишком много. Ну и вот с хроносферой. Стоит Рошан. Рошана даже поковыряли. С одной стороны есть Слип Нага Сирены, который может основательно испортить заход на Рошана. С другой стороны есть Войт с хроносферой. Который просто его поставит сейчас вот так вот. И все, делайте что хотите. Так, Морфинг с Аегисом. Хорошо. Arrow на разведочку. Брю увернулся. Все походили. Войт! Какая хорошая хроносфера! Да ладно! Как же он их тут ловит? Так, Лич. Я слышал там, что чайник дал. Нет, Лич еще чайник не дал. Пошел ульт Нага Сирены. Но Войду пофиг. Воид БКБ. Прыгает дальше на Брю Мастера. Добивает все-таки его. Ловит все от Наги. Войда выталкивает на Форстап. И это минус 2. Вновь минус 2. Arrow. Нет, не попадает. Что? Дабл килл. Свистов. Я такой сижу, думаю, сейчас будет заход на хайграунд. 5 пацанов из Ньюби готовы врываться. А тут 3 пацана из Ньюби готовы врываться. 2 уже чуть более готовы. И нет больше пацанов из Ньюби. Которые были готовы врываться. Да, потеряв Войда, конечно, сейчас Ньюби остановили этот пуш. Свой же. Ну и понятно почему. Потому что там есть два основных героя. Здесь как раз одного из них нет. Все-таки аганим у инвокера. Решил много кастовать. А Морф уже с Кади собрал. Но игра хотя бы томной перестала быть. Команды хоть начали немножко перемещаться. Вообще, как по мне, то Эмбер с Нагой должны выглядеть более качественно, чем бой с Морфом. Хотя, блин, опять же, с какой стороны посмотреть. Если, например, пушили сами ХГТ, то я не знаю, как бы отбивались Ньюби. Но так как нападают сами Ньюби, то ХГТ отбиваться могут, ну, как-то так, маломальски. Да, важно там, не важно. Хотя, отбиваться у них тоже есть чем. Все эти фисты, все эти иллюзии. Это тоже очень-очень-очень хороший отпуш. Да, Эмбер просто уходит. Ну и Нокер тут тоже никого не найдет. Да никто тут никого не найдет. Тут не будет сейчас... Если такая отдача будет, вот как тогда у Эмбера, то, скорее всего, игра вообще закончится. Поэтому сейчас никто один высовываться не будет. Вот Эмбер высовывается только по одной простой причине, потому что у него есть ремнан постоянно на отходе, в который он может моментально вернуться. И то, если прыгнет инвокер с Дайгером, с Орхидом, то никто никуда не вернется. И Эмбер погибнет. Тут Мор заходит, в Морфа есть Айгис, есть Скади, статов, прям тьма. И урон хороший по зданию. И Айгис пропадает через 2 минуты. То есть вообще есть 2 минуты еще уверенных для Ньюби, пока они могут тут кушать здание. Морф, хорошо тут пробили его. И если он сейчас подрегенится и сразу пойдет дальше, а не будет продолжать мять булки, то тогда норм. Я к тому, что Айгис нужно разменивать. Войд прыгнул, хроносфера попадает по Эйру. Это, кстати, очень хорошая цель, если у Войда получится его убить, но Войду очень сложно его убивать. Там в бэктрек ушла ульта Лича. Рубик там что-то совровал у нас еще или нет? Нет, Рубик у нас вообще где-то сзади находится. Он не хочет ничего ворвать у Наги, он хочет ворвать у Лича, но Лич тут раскидывает уже просто арморы. Поэтому не по шансам тут для Рубика что-либо полезное сделать в этом матче. И у нас продолжается замес. У нас Метеор от Инвокера. Нет. Все живы, но нет, не все живы. Эйр начинает, наконец, подрезать. Вот, 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 вот. Будет ли догонять? Есть БКБшечка, правда, не хватает. Семен Чейнс, еще две, одна. Связывает двоих! Прыгает за Рубиком. Рубика с одного крита срезает. Даблкил уже от товарища Эмбер Спирита. И 8 секунд еще кулдаун у Войда. Войд, Войд, ну, нечем сбить. Да, Бримастер тоже прыгнул, но Бримастер тоже сбивать телепорт нечем. Ну и вот, опять же достойно отбиваются ХГТ. Не получается забрать вторую сторону у Ньюби. Даже с Аэгисом. Ну что, ХГТ будут переходить в атаку? Там у нас Инвокера, кстати, сейчас найдут. Нет, это Инвокер нашел Му вместе с Марфом. Это было что такое? Что это только что было, друзья? Это же, возможно, сейчас конец игры. Нет байбека у Эмбера. Если заберут сейчас Му, правда, ну, ладно, у Му байбек есть. Му может вернуться. Рэббит. Рэббит просто регенится Аэгисом во время слипа. Чтоб вы понимали. Я не знаю, правда, кто кого бьет, потому что тут стоят два покова на Иллюзии, и они друг друга пытались изметелить. Но Рэббит, Рэббит все-таки в Инвизии пытается свалить. Есть два гема у Наги, чтоб вот прям совсем не ушел. И Войт с Хроносферой ныряет. Минус, кажется, Нага. Да, 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 да. Это гуд гейм, друзья. Когда под базой противника при запушенной линии вы подрались в пользу для себя, да, вот в такую пользу, что четыре игрока стоят, сидят в таянии, лежат там, я не знаю, чем они занимаются, то вы просто забираете все возможные стороны. Вы забираете ту сторону, к которой хотели зайти, вы забираете ту сторону, которую не добили в прошлый раз, и вы, наверное, не знаю, что, до трона решили, парни, пойти? Гэгэм, дан. Все-таки до трона. Гуд гейм, поздравляем, поздравляем, не убив.